Приветствую, друзья! Маяковский говорил, если звёзды зажигают, значит, кому-то нужно... Ну, правильно, звёздная ночь во мраке ночи. Звёздная ночь во мраке ночи. Божественный свет, ясный ответ вечного разума, разумности и глубинного человечества, общий язык для всех, выражаемый поэтами, художниками и всеми нами разумными человеками. Homo sapiens. Человек разумный в переводе. А мои картины «Цветы ромашки» вот там для Газенко, моего друга Романа. Он выбрал именно размер этого холста. А размер этого холста выбрал мой друг, физик-ядерщик Острецов Игорь Николаевич, уважаемый. Вот, пожалуйста, смотрите. А теперь я делаю ещё одну картину ромашку, потому что ромашка – это символ солнца, энергии, символ нашей жизни. Вот, смотрите, ромашка. Это ещё адреса не имеет, кому подарю. Но все эти ромашки олицетворяют свет в конце туннеля. И поэтому надежду, надежда, вера, любовь – это вечные и вечные истины, за которые держится человечество, чтобы выжить и развивать в себе человечность. Это вам привет, друзья, от Школы Человек Будущего, Homo Futurus, Школы Человечности и изобретательского мышления, стало быть, творчества. Поэтому хочу в результате сказать, что поэты, художники, ромашки, стихи – всё это нужно именно потому, как говорил как-то Стрецов Игорь Николаевич. Есть вечный разум, вечный разум, там нет метрики, в отличие от нашего всего земного, которое можно измерять. А вечный разум, там нет метрики, точно там метрики нет, поэтому это доступно поэтам, художникам. Потому что там другой ритм, например, в ритме стихотворения, в одной строчке можно уложить вечность. До встречи, друзья.